Говорит Черкесск Здравствуйте в студии у Марти Киев и вот главные темы выпуска. Делегация Карачаева Черкесии приняла участие в 12-м заседании группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» в Казани. Около 8 километров ветхих водопроводных и канализационных сетей Черкеска заменят до конца года. Архез вошел в топ-5 популярных у туристов направлений для отдыха. И в Черкесске пройдет концерт Камерного оркестра Государственной филармонии Карачаева Черкесии. Далее об этих и других темах подробнее. В конце прошлой недели глава республики Рашид Тимрезов принял участие в 12-м заседании группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», которое традиционно проходит в Казани. Там же проходил 13-й международный экономический саммит «Россия-Исламский мир» «Казан-саммит-2022». Рашид Тимрезов возглавил делегацию от республики, в которую вошли муфти Карачаева Черкесии, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев, первозаместитель руководителя администрации главы правительства республики Ахмад Семенов и ректор исламского института Мухаммад Хаджибачаев. Члены официальной делегации посетили ряд мероприятий, посвященных принятию ислама в Волжской Булгарии, в том числе приняли участие в церемонии закладки первого камня соборной мечети в Казани. Мэр Черкеска Алексей Баскаев и министр строительства ЖК Республики Ренат Семенов проверили ход ремонтных работ в третьей школе города, которые начались в этом году по программе капремонта образовательных организаций. На объекте запланирована замена кровли и всех инженерных коммуникаций, пожарной сигнализации и системы оповещения, старых полов и дверей, а также ремонт учебных классов, актового и спортивного залов, пищеблока и т.д. Территория школы будет благоустроена и ограждена. По словам городоначальника, на сегодняшний день здесь выполнен демонтаж внутренней отделки двух этажей корпуса номер 2 и первого этажа корпуса номер 1. Вот-вот специалисты приступят к замене электрики. В Карачаево-Черкесии работают представители Национальной ассоциации организаций больных редкими заболеваниями генетика. Цель их визита – окружное совещание со специалистами всех регионов Северокавказского федерального округа по вопросам готовности их медико-генетической службы к новым подходам развития системы здравоохранения России. В первую очередь в том, что касается орфанных, то есть редких, но при этом очень тяжелых заболеваний. Комментирует информацию президент Национальной ассоциации организаций больных редкими заболеваниями генетика Светлана Каримова. Мы понимаем, что сейчас эта тема уже настолько на государственном уровне, что мы готовы делать программы по редким заболеваниям, но для этого нам очень нужна готовность, потребность регионов, что им нужно для того, чтобы сделать качественную диагностику по этому направлению. Хватает ли технических средств регионов, хватает ли кадров. Парламент Карачаево-Черкесии рассмотрит законопроект по введению ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции в определенные праздничные дни. В частности, предлагается запретить розничную продажу алкоголя в день проведения последнего звонка, а также в день защиты детей, в день молодежи и день знаний. Кроме того, розничную продажу алкоголя запретят в дни празднования мусульманских праздников Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Исключение составят объекты общепита, где будет допускаться розничная продажа алкогольной продукции в праздничные дни. Министерство промышленности, энергетики и транспорта республики окажет финансовую помощь промышленным предприятиям. Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но нереализованную продукцию. При этом общий размер кредитных обязательств не должен превышать 250 млн. рублей. Получить эту безвозмездную грантовую помощь могут только те предприятия, которые зарегистрированы на территории региона. Более двух лет имеют статус юридического лица, а их основной вид деятельности должен лежать в обрабатывающем производстве. За исключением предприятий по производству пищевых продуктов и напитков. Комментирует информацию заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта республики Юмрана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий. И, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборотные средства на закупку сырья, возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятия. Около 8 километров ветхих водопроводных и канализационных сетей Черкеска заменят до конца года. К работе в осенне-зимний период запланирована замена более 4 километров водопроводных и 3 километра 700 метров канализационных ветхих сетей. К предстоящему отопительному сезону в городе также предстоит подготовить 155 водозаборных сооружений, 15 насосных станций, 120 километров водопроводных и 115 километров канализационных сетей. Запланирована замена 24,5 ветхих электрических сетей, а также подготовка 89 километров линий электропередачи и 122 трансформаторных подстанций. В первую очередь коммунальные службы занялись капитальным ремонтом сетей теплоснабжения. Помимо ремонта и замены труб, они готовят в будущее зиме и котельные. Об этом рассказал начальник производственно-технического отдела компании «Тепловые сети» Вячеслав Аверченков. На сегодняшний день на данном участке от пересечения улицы Комсомольская до улицы Первомайская, 27, уже практически завершены земляные работы в рамках капитального ремонта сетей теплоснабжения. Характеристика тепловых сетей на данном участке – это теплотрасса диаметром 426 миллиметров, общая протяженность 195 погонных метров. Еще в рамках капитального ремонта мы планируем заменить два участка тепловых сетей. Это от пересечения улицы Октябрьская-Леонова до пересечения с улицей Грибоедова, 127 погонных метров, теплотрассы диаметром 273 миллиметра. И от пересечения улицы Леонова-Грибоедова в сторону многоквартирного жилого дома, номер 25А по улице Грибоедова, теплотрасса диаметром 325 миллиметров, общая протяженность 97 метров. В этом году общая протяженность, подлежащая замене, составляет 419 метров. В данном случае, на данном участке земляные работы не составили особого труда, поскольку пересечений с инженерными коммуникациями минимальное количество. Работал большой экскаватор, а сама замена труб в части сварных стыков, там просветка стыков, поскольку это магистральные тепловые сети, это трудоемко и затраты. 29 мая текущего года в республиканской столице пройдет концерт камерного оркестра Государственной филармонии Карачаева-Черкесии. Запланированы и участие заслуженной артистки Республики Марьиан Алботовой, султана Батчаева и солистки Государственной филармонии Ставрополя Валерии Петиной. Симфонический камерный оркестр появился в Республике около года назад при поддержке Регионального министерства культуры и главы Карачаева-Черкесии. Художественный руководитель и главный дирижер Марат Гидеев. В Государственном республиканском историко-культурном и природном музее-заповеднике имени Марии Байчоровой прошла всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к году культурного наследия народов страны на тему «Мода на традиции». Одновременно в выставочном павильоне прошел мастер-класс по одному из видов народных промыслов – плетению циновок. Республиканская федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напоминает, что в Карачаево-Черкесии наступил период наивысшей активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. Уже официально зарегистрировано более трех десятков случаев укуса. С целью снижения риска заражения населения республики инфекциями, передающимися через клещей, органами исполнительной и муниципальной власти полным ходом идут мероприятия по борьбе с клещами. Перед майскими праздниками были обработаны рекреационные зоны в Черкесске. Жители Карачаево-Черкесии могут сами определить список территорий, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Для этого достаточно зайти на платформу za.gorodstreda.ru и отдать голос за объект в рейтинговом голосовании. Подробности сообщила заместитель министра строительства ЖКХ республики Сульфира Бычаева. По городу Черкесску мы на следующий год будем отбирать из двух одну территорию. Это либо аллея по Даватора, либо лестничный спуск на Зеленый остров. По городу Карачаевску отбираем дизайн проект улицы Мира. По городу Усть-Жигута будут выбираться из двух скверов один, либо по Морозово, либо по Первомайской. Вот два сквера выставлены, тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса. И в Медногорском детский парк по Парковой улице, и также аллея по улице Бардина. Онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Об этом рассказала руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет, или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение пяти рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячей линии региональных отделений Пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400, который работает в режиме 24 на 7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни, и круглосуточно. Архиз вошел в топ-5 популярных у туристов направлений для отдыха. Рейтинг составлен национальной системой бронирования отелей в России и странах ближнего зарубежья броневик.ком. По данным аналитиков ресурса, наиболее популярны на Северном Кавказе у туристов 4 города и 1 поселок – Махачкала, Пятигорск, Минеральные воды, Каспийск и Архиз. Составители рейтинга сообщают, что у туристов в Архиз влечет мягкий благотворный климат, природные достопримечательности и множество баз отдыха. В Черкесской прошли соревнования по баскетболу с участием юношеских команд из КФО Сухума и Донецка. Помимо состязаний, для ребят из Донецка разработали и развлекательную программу, в рамках которой состоялись дружеский турнир на картинге, квест-игра, посвященная столетию республики и мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы в ресторане «Умарина». Дети получили огромное количество положительных эмоций и остались в восторге от кухни народов нашей многонациональной республики. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, дождь местами сильны, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-16, в горах местами до плюс 9, в горах свыше 3000 метров лавина опасна. В северных и центральных районах высокая пожароопасность 4 класс. В Черкесии дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы достигнут 14 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 15 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.